Доброе утро, дорогие телезрители и радиослушатели. В эфире программа «Якутск. Сегодня» в студии работает Ларина Сукуева за режиссерским пультом Марии Новгородовой и Николай Слепцов. На календаре сегодня 7 июня понедельник и в нашем выпуске мы поговорим о переписи населения, а также затронем тему микропереписи сельского хозяйства, а после поговорим об экотуризме. Не забывайте, что мы работаем в прямом эфире, так что смело звоните нам в студии, задавайте вопросы нашим гостям. Телефон студии прежний 320066-321166 и, конечно же, по-прежнему работает наш WhatsApp номер 8-964-428-8818. Как известно, проведение всероссийской переписи населения было запланировано на 2020 год, но в связи с пандемией коронавируса правительство России приняло решение перенести проведение переписи на этот год 2021. Более подробно об этом, что такое перепись населения, когда она проводится и кто в ней участвует, мы узнаем у Марии Беляшовой, заместителя начальника отдела статистики уровня жизни, обследования домашних хозяйств, населения и здравоохранения, федеральной службы государственной статистики по нашей республике. Мария Анатольевна, доброе утро. Доброе утро. Итак, расскажите, пожалуйста, для чего проводится перепись населения? Ну, перепись населения, во-первых, это единственный источник, чтобы узнать фактическую численность населения нашей республики, каждого населенного пункта и России в целом. Перепись населения, это также единственный источник информации о национальном составе населения, об уровне образования, о занятости населения. То есть, если высшеучебные заведения знают, сколько выпускников с высшим образованием у них выпустилось, то перепись населения скажет, сколько человек с высшим образованием проживает на той или иной территории. То же самое касается и национального состава. То есть, национальный состав, он, конечно же, по самоопределению человека, как человек ответил, так это и будет. И перепись населения является единственным источником этой информации. Скажите, а кто проводит вообще вот эту перепись? Перепись населения проводит Федеральная служба государственной статистики. В соответствии с законом номер 8 о всероссийской переписи населения проводит Росстат. Но при переписи населения участвуют также и другие органы исполнительной власти, а также органы местного самоуправления. Им отводится часть по предоставлению помещений, услуг транспорта и связи уже на своих территориях. Ну и немаловажная роль, конечно же, отводится и СМИ, чтобы освещать цели и задачи переписи. Это очень важный вопрос. А вообще, как проводится перепись? Она будет проводиться традиционным способом или как-то в электронном варианте? Да, всероссийская перепись населения 2020 года, она провозглашена как первая цифровая перепись. Во-первых, будет возможность принять участие самостоятельно через портал госуслуги, зайти туда, заполнить переписные листы на себя и всех членов своей семьи. Кроме того, мы не увидим больше переписчика, который ходит с огромной кипой бумаг, с большим чемоданом. Современный переписчик, он уже будет оснащен планшетом, куда будет загружен список его помещений, карта его территории. И все необходимая информация справочная. При этом в отдаленных и труднодоступных территориях, к сожалению, интернет-перепись будет недоступна. Она будет доступна только в основные сроки переписи. Поэтому в отдаленных и труднодоступных переписчики планшетами пойдут и опросят население. То есть традиционным способом это будет для отдаленных людей, которые живут далеко. А какие вообще опросы вы будете задавать при переписи населения? Вообще задается 33 вопроса. 23 – это индивидуальный вопросник для каждого члена домохозяйства, для каждого члена семьи. И вопросник на помещение. Вопросник на помещение содержит материал наружных стен, год постройки, коммуникации, доступность интернета. Индивидуальный вопросник, ну, как правило, это возраст, пол, национальность, как я уже говорила, владение языками. В этом году добавляется вопрос использования языков, то есть не только владения, но и использования в обычной жизни. Также это источники средств к существованию, занятость, миграция, где находится ваша работа, выезжаете ли вы работать, или вы работаете в своем населенном пункте. Вот такие вопросы. Ну, сейчас все жалуются на то, что не хватает времени, все такие занятые. А вот эти вот 33 вопроса, сколько временем могут занять у человека, отвечая вот на эти вопросы, вот вы засекали примерно, сколько? Минута, две, три, пять, может быть? На самом деле, это только кажется, что это много вопросов, и это все очень сложно. Нет, это достаточно быстро, ну, занимает, наверное, на одного человека порядка пяти минут. При этом, я как говорила, вы можете через госуслуги пройти, там, то есть переходящие вопросы, то есть какой-то вопрос задаете, если он не предусматривает ответа на следующий, там будет автоматический переход. Точно так же и в планшете. То есть, если переписчик с переписным бумажным листом раньше вам там зачитывал, сам смотрел, где куда должно переходить, на что как бы тратилось время, то теперь в планшете все переходит автоматически, все переходы. А если человек не хочет отвечать на вопрос? Ну, всероссийская перепись населения добровольная в нашей стране мероприятие. Не хочет отвечать, ну, не хочет отвечать, не отвечает. При этом задача переписчика убедить, уговорить, и я хочу отметить, что ничего такого страшного в переписи нет, если вы отвечаете на вопросы, никуда они не попадают. То есть формируется информация в закодированном виде, никогда и никто не сможет определить по вашим ответам, какой конкретно этот человек отвечал, где он живет, кто он, его фамилия, имя, отчество. Фамилию вообще не спрашивают, паспорта предъявлять не нужно, никаких доказательств, что вы, это вы, не нужно. Все со слов. Сразу вспоминается мультик «Переписать», а это не больно. Я читала, что в последней переписи люди не совсем отнеслись серьезно к этому процессу. И, например, на вопрос о национальности отвечали гномы, эльфы, вот насмотрелись фильма. А в нашей республике были подобные случаи? И вообще, как якутияне относятся к переписи населения? Да, в прошлую перепись были такие эльфы и гномы, такая национальность попадает в разряд другие, то есть нигде не публикуется у нас количество эльфов. Якутияне относятся вполне положительно к переписи населения. За всю историю переписей отказы ничтожно малы. Они настолько малы, что даже подсчету не подлежат, скажем так. А можно ли стать переписчиком? И если да, то что входит в обязанности этого человека? Да, переписчиком может стать любой гражданин, которому 18 лет и более. Для этого необходимо направить нам свое резюме. Мы вносим в специальную базу. Потом мы перед началом переписи производим обзвон. Если вы согласны до сих пор, то вы приходите к нам. Три дня вы обучаетесь, потом проходите обязательно тестирование итоговое. И уже по итогам и тестирования вы получаете всю необходимую материалы и выходите в поле работать для опроса населения. Получается, любой человек старше 18 лет может стать переписчиком. А платно ли это будет для него? Да, конечно. Это вознаграждение составляет 18 тысяч рублей за работу переписчика. Работает он месяц с 1 по 31. То есть и дни его обучения входят в условия контракта. А если человек, участвующий во всероссийской переписи населения, не говорит на русском языке, как ему заполнять переписной лист? Он также может, опять же, на госуслугах заполнить о себе и членах своей семьи. Или же к нему могут прийти с сотрудниками социальных служб для помощи в опросе. Обязательно ли всем членам семьи отвечать на вопросы переписчика? Или это может сделать один член семьи? Да, всё верно. Это может один член семьи сделать, как на госуслугах заполнить на себя и всех членов, как на стационарный участок придёт и расскажет о себе и о всех членах своей семьи, так и дома может он рассказывать о всех членах своей семьи один. И если ребёнок учится и временно проживает в другом городе, нужно ли родителям вносить его в переписную лист? А тут зависит от того, какой это ребёнок. Если ребёнок студент, и он обучается в высшем или среднем учебном заведении и проживает по месту своей учёбы, переписи он подлежит по месту своей учёбы. Если это школьник, который учится в школе кадетского типа, скажем так, и приезжает на каникулы домой, на выходные домой, то да, его переписывают родители по месту его проживания. То есть если он учится в школе-интернате? Да, то его дома перепишут родители. Друзья, не забывайте, что мы работаем в прямом эфире, так что вы можете звонить нам в студию, задавать вопрос. И сегодня мы говорим о переписи населения. Ну и ватсап-номер у нас тоже работает. Ещё вопрос такой. Если человека не было дома во время прихода переписчика, может ли переписчик прийти ещё раз? Может и будет. Переписчик будет ходить по своему адресу до тех пор, пока там не найдёт, кого нужно, кого переписать. Но если он совсем уже не застанет, ну не застал на всей протяжении переписи. Проводится ли перепись населения на рабочих местах? Да, планируется в эту перепись организовать мобильные бригады переписчиков, которые будут ходить по организациям крупным и переписывать сотрудников, ну и как бы всех членов его семьи, как получается, можно. От имени кого надо заполнять переписной лист при условии, что квартира сдаётся в аренду от имени квартиросъёмщика или от собственника жилья? Вот смотрите, переписчик приходит по адресу и спрашивает, постоянно вы тут проживаете или нет. Ему говорят, да, постоянно. Всё. На этом вопросы касаемо жилья заканчиваются. То есть переписчик не спросит, ваше это жильё, или вы его снимаете, не попросит никаких документов, что это ваша собственность. Всё. Поживаете здесь, здесь и будете переписаны. А вот постоянно проживает, это вот насколько нужно жить здесь, чтобы вот считаться, что постоянно? Постоянно проживающее население – это те, кто проживает год и более. Ага. А если меньше года? Меньше года – это временно прибывшие люди. Если они прибыли, получается, на короткий срок, то они будут переписываться по месту своему постоянного. То есть оттуда, откуда прибыли, там они и перепишутся, или их перепишет его домохозяйство. А если уже прибыли постоянно тут жить, постоянно уже всё, ну, получается, они переписываются уже тут. Угу. У нас есть в WhatsApp вопрос. Если в период проведения переписи населения человек находится в больнице, как ему принять участие в переписи? Если человек в больнице находится кратковременно, скажем так, ну, лежит какой-то определённый период, то его могут переписать члены его домохозяйства по его адресу проживания, либо он сам может в больнице зайти на портал госуслуги и переписать себя. А если это же те граждане, которые не имеют ни родственников, и никого, и постоянно проживают в этом больничном учреждении, то тогда его перепишут работники этого учреждения. Угу. Ещё вопрос. Если человек не слышит и не говорит, как он сможет пройти вот перепись населения? Тоже, также на портале госуслуг, как мы уже говорили, можно самостоятельно. Или вот поможет человек? Да. Или поможет социальный работник. Является ли домашнее хозяйство источником дохода? Источником средств к существованию, да. Является лично подсобное хозяйство, домашнее хозяйство. Так, ещё поступил в WhatsApp вопрос. Надо ли устанавливать дополнительные программы на телефон, планшет или компьютер, чтобы пройти перепись населения через интернет? Нет, ничего устанавливать не нужно. Достаточно выхода в интернет, на портал госуслуги. Заходите и проходите опрос на лист. Если так случилось, что вам нужно отвлечься куда-то, то вы можете сохранить черновик и потом в удобное для вас время продолжить заполнение. Что ж, огромное спасибо, Мария Анатольевна, за такую полезную и познавательную информацию. Я желаю вам удачи и отличного настроения. Дорогие друзья, мы уходим сейчас на короткую рекламную паузу и после неё вновь поговорим о переписи. Но на сей раз о микропереписи сельского хозяйства. Не переключайтесь. Доброе утро. Программа «Якутск» сегодня продолжает свою работу. И мы продолжаем беседовать о переписи. Но сейчас речь пойдёт о микропереписи сельского хозяйства. Что это такое и для чего проводится, об этом нам расскажет Кедана Егорова, начальник отдела статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды Федеральной службы государственной статистики по республике Саха, Якутия. Кедана Накинькина, доброе утро. Здравствуйте. Дорогие друзья, не забывайте, что мы по-прежнему работаем в прямом эфире. Так что звоните нам в студию и задавайте вопросы нашим гостям. Телефон в студии 320066-321166. И у нас работает WhatsApp номер 8964-428-8818. У нас есть уже телефонный звонок. Доброе утро. Мы вас слушаем. Я уже звонил вам. Вы на Пьев Виле почему-то. Говорите. Какие сроки проводится эта переписка? Какие сроки? Когда начинается, когда кончается. И второй вопрос. Результаты переписки, когда будут опубликованы. Спасибо за звонок. Кедана Накинькина, наверное, можно будет сказать, с какого числа примерно начнется перепись населения? Общая вот перепись. Перепись населения планируют провести в октябре месяце. В октябре месяце. А итоги основные уже выйдут, наверное, через... Обычно через... Там идет долгая обработка информации. И где-то в 2023 году, скорее всего. А, то есть в течение почти полутора лет. Ага. Ну, мы начнем с вами беседовать о микропереписи сельского хозяйства. Расскажите, вот в связи с чем проводится вот именно этот вот фрагмент переписи, скажем так. Основополагающим нормативно-правовым документом для проведения сельскохозяйственной микропереписи, переписи является федеральный закон 2005 года о всероссийской сельскохозяйственной переписи. Федеральным законом определено, что между сельскохозяйственными переписями, но не позднее, чем через пять лет после очередной сельхозпереписи проводится выборочное федеральное статистическое наблюдение в отношении отдельных объектов сельскохозяйственной переписи на основе выборки не менее 30% объектов сельскохозяйственной переписи. Как мы все знаем, последняя всероссийская сельскохозяйственная перепись проводилась в 2016 году. И вот прошло пять лет, и в этом году наступил срок проведения сельскохозяйственной микропереписи. Также правительством Российской Федерации в конце августа 2020 года было принято постановление правительства об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года. В соответствии с данным постановлением установлен срок проведения данной переписи. Это с 1 по 30 августа 2021 года. Но в феврале этого года поступило письмо с Растата о переносе срока проведения сельхозмикропереписи на следующий 2022 год. Это было связано с исполнением поручения правительства Российской Федерации от 1 февраля о необходимости переноса срока проведения микропереписи. Так как в сентябре месяце запланировали провести всероссийскую перепись населения, о проведении двух масштабных мероприятий, было бы невозможно, это и технически невозможно, и накладно в части привлечения переписного персонала. Но так как перепись населения позже запланировали на октябрь месяц, и правительства Российской Федерации не были внесены соответствующие изменения в нормативные документы федерального закона по вопросу переноса сельхозмикропереписи 2021 года, Растат принял решение провести сельскохозяйственную микроперепись, установленную ранее правительством сроки, это с 1 по 30 августа 2021 года. А вообще для чего проводится микроперепись сельского хозяйства? Каковы ее основные цели? Основные цели сельскохозяйственной микропереписи это прежде всего получение официальной стат информации о произошедших структурных изменений в сельском хозяйстве, получение сведений по сельхозкатегории, сельхозпроизводителям, которые межпереписной период наблюдались выборочно или по которым наблюдение не проводилось. Также актуализация так называемых наших генеральных совокупностей сельхозпроизводителей для повышения качества данных текущего статистического наблюдения в межпереписной период. А каковы объекты вот этой микропереписи? Что вы будете переписывать и каким образом это будете делать? Ну вот в соответствии с федеральным законом, который я ранее сказала 2005 года о всероссийской сельскохозяйственной переписи, объектами сельхозпереписи определены юридические и физические лица, которые являются собственниками, пользователями, владельцами или арендаторами земельных участков, предназначенных для используемых для производства сельскохозяйственной продукции, либо имеют сельскохозяйственные животные. Исходя из этого, определены следующие категории производителей сельскохозяйственной продукции. Это значит сельскохозяйственные предприятия, организации, крестьянские и фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели, которые занимаются сельхоздеятельностью, личные подсобные и другие индивидуальные хозяйства граждан, также некоммерческие товарищества. Это вот допустим садоводческие, огороднические, дачные и так далее. Насчет способов сбора сведений об объектах микропереписи, по сельскохозяйственным организациям, крестьянским фермерским хозяйствам и индивидуальным предпринимателям сбор сведений будет производиться путем заполнения электронных переписных листов через систему нашего веб-сбора Растата, в отдельных случаях с использованием переписных листов на бумажных носителях. А что касается личных подсобных и других индивидуальных хозяйств населения и некоммерческих объединений, будет проводиться путем опроса уже переписчиками с использованием электронных переписных форм на планшетных компьютерах, в отдельных случаях тоже с использованием переписных листов на бумажном носителе. То есть будет человек ходить? Да, уже переписчиков будем нанимать и так далее, да? У нас в студии есть телефонный звонок. Доброе утро, мы вас слушаем. Алло. Доброе утро, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот у меня вот такой вопрос. Физические лица тоже будут переписаны, да? Ихни данные. И вот вы как будете замерять их площади? Почевные площади, посадочные площади? Это меня интересует. Ага, спасибо за звонок. Кто будете замерять площади? Спасибо. Да, переписчики, вернее, личные подсобные хозяйства, это вот частники, да, как спросил наш слушатель, будут переписываться, во-первых, выборочным методом. Но об этом я еще позже скажу. Переписчики будут ходить по дворам, измерять или со слов самого хозяина. А если человек отказывается вот так вот переписываться, вот в этом случае что? Ну, в этом случае мы можем применить и административные данные. Это, допустим, в сельских населенных пунктах обязательно есть так называемая похозяйственная книга. Каждая подворовая, да, в котором раз в год идет актуализация сведений. Какие вопросы вы будете задавать в переписном листе? Да, для сбора сведений об объектах сельскохозяйственной переписи разработаны четыре вида переписных листа. Это, значит, переписной лист сельскохозяйственных организаций, переписной лист крестьянских фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, переписной лист личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан, и переписной лист садоводческих, огороднических и других некоммерческих товарищей граждан. Программа сельскохозяйственной микропереписи 2021 года содержит следующие характеристики сельскохозяйственных производителей. Это, прежде всего, земельные ресурсы и их использование. Это структура и использование сельхозугодий для сельхозорганизаций, для крестьянских фермерских хозяйств тоже. И для личных подсобных хозяйств это характеристика земельных участков. Также посевные площади сельскохозяйственных культур, включая овощи закрытого грунта и многолетних насаждений. Также площади теплиц и парников. Потом поголовье сельскохозяйственных животных по состоянию на 1 августа 2021 года. Но тут по поголовье сельхозживотных сразу отмечу, что в сельхозмикропереписи не включено поголовье северных оленей. Давайте мы продолжим общаться с нашими телезрителями и слушателем. Доброе утро, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Ага, доброе утро. Так, у меня, ну, подсказка не как. Вот в 17-м году перепись провели, да? В 16-м? В 17-м? Не-не, 1917. А, все поняла. Я вот по архиву, да, смотрю. Они летом провели 17-го. И потом в 18-м году, вот когда Василий Васильевич Микифоров, да, вот. Колемнеж. Да, у них земство было, да, областное земство. И они запросили в Иркутске вот эти данные за 900 рублей, я это в архиве нашел, да, и там получили. Ну, получается, они за меньше, ну, меньше года, да, они уже там это как, все это собрали, там, сгруппировали, уже данные уже были. А вы сейчас сказали, вот, в 23-м году только будет это данные. Это как, у нас век такой, ага, а, получается, два года будем, я знаю, да, вот век как его. Цифровизации, да? Спасибо, мы вас поняли. Да, это еще второй вопрос, да, у меня по сельскому. Вы сказали, по сельскому тоже будем. И там, как его, сейчас же эти местные, как его, администрации тоже свои данные дают, это, как, в Минсельхозе. И там всегда, я даже был один раз, как его, ну, свидетелем того, что мы проверяли через общественный, ну, это народный фронт, да, проверяли несколько деревень, там, количество скотов. Мы поняли, спасибо вам за звонок, у нас очень мало времени остается до конца нашей беседы. Каданна Кентиновна, что можете ответить на этот вопрос? Ну, по поводу сроков, все-таки у нас слушатель путает. В два года, почти два года, это касаемо общей переписи. Да, общей переписи населения, но будут сперва предварительные итоги, потом уже идут окончательные итоги. Предварительные итоги уже, конечно, на следующий год, в 2022 году будет. А по поводу микропереписи сельского хозяйства? Микропереписи сельского хозяйства тоже итоги выйдут в конце 2022 года. Что ж, огромное спасибо за интересную беседу. Дорогие друзья, сейчас мы уходим на короткую рекламную паузу, не переключайтесь. Далее программа «Якутск. Сегодня» продолжает свою работу. Доброе утро. На календаре сегодня 7 июня, понедельник. И сегодняшний день – это последний день приема заявок на участие в конкурсе на предоставление грантов главы региона на развитие гражданского общества в Якутии на 2021 год. Напомним, что в этом году принимаются проекты социально ориентированных некоммерческих организаций, предусматривающие осуществление деятельности по 25 направлениям. И в целом общая сумма грантов составит 103 миллиона 539 тысяч рублей, когда как в прошлом году ее сумма была почти в два раза меньше – 56 миллионов рублей. В прошлом году на участие в конкурсе грантов подало около 300 человек, и среди них была наша сегодняшняя героиня, победившая в конкурсе с проектом по экотуризму – Марьяна Колодезникова. Марьяна Анатольевна, доброе утро. Доброе утро. Очень рада вас увидеться в нашей студии. Друзья, не забывайте, что мы работаем в прямом эфире, так что звоните нам в студию и задавайте вопросы о нашей гости. Телефон студии 320066-321166, и наш ватсап-номер тоже работает – 8964-428-8818. Марьяна Арсеньевна, расскажите для начала, что такое экотуризм? Ну, надо сказать, что туризм понимается сегодня очень широко, и надо сказать, что это очень ответственное путешествие в природные территории нашей республики, которые содействуют охране природы и улучшают благосостояние местного населения. И вот надо сказать, что это туризм в места с нетронутой природой. Вы прекрасно знаете, какие у нас достопримечательности в нашей республике, и мы считаем, что экотуризм в нашей республике надо развивать. А есть ли у него потенциал, и насколько вообще популярен экотуризм в нашей республике? Надо сказать, что экотуризм в нашей республике начинает набирать свои обороты, развивается. И очень многие семьи, мои друзья, родственники стали выезжать на такие местности, где можно отдохнуть духовно, пообщаться с природой, и пообщаться с природой правильно и умно. А что вы имеете в виду правильно и умно? Правильно, это когда мы используем природу во благо своего здоровья, своего благосостояния. И помимо этого еще, ну, конечно, бывает очень печально, когда люди, бывая на природе, за собой не убирают. А мы что делаем? Мы берем с собой мешки, большие черные мешки, и за собой убираем. Даже убираем то, что люди оставили. За другими, получается. Вот вы сказали, что это выезд на природу с нетронутой цивилизацией, скажем так. То есть получается, что в этих местах нет домиков, нет турбаз, мы ночуем в палатках. Все верно или я немножко ошибаюсь? Дело в том, что у нас социальное направление, и мы работаем с пожилыми людьми 65+. Вот, и поэтому, вот, например, в прошлом году, в 19-м году мы ездили в Амгу, Амма-Харамата, гора такая есть, да. Но там есть специальные домики, вот, и мы там останавливались. Там все приспособлено для туризма, вот. И для пожилых людей, конечно, иногда бывает накладно жить в палатках, вот. И поэтому пока вот надо для них выбирать такие места, где они бы... Где им было бы удобнее. Да, удобно и комфортно. Вот вы сказали Амга, но Амга на сегодняшний день довольно-таки популярный маршрут среди якутян, да. А вот, а кроме Амги, какие еще популярные маршруты в нашей республике есть? В нашей республике, как вы знаете, раньше, вот, мои знакомые ездили в Верхоянский Улус, в горы Киселях. Вот. Потом, значит, на Ленской столбы, буквально вот в конце июня, мы собираемся с 12-ю мастерицами намского Улуса на Ленские столбы. Вот. Они выиграли 12 сертификатов, и вот мы с ними собираемся ехать на Ленские столбы. Вообще, Марьяна Арсеньева, расскажите, пожалуйста, про ваш проект. Я так понимаю, что он ориентирован для людей старше 60 лет. Да. И это даже не просто поездка, да, с целью отдохнуть, но еще получить какие-то новые навыки. Вот вы сказали, мастерицы, то есть во время отдыха вы чему-то учитесь, да? Да. Ну вот, это у нас Якутская Республиканская Общественная Организация Экологический Туризм Саха-Ай-Тур. Тут. Кут, извиняюсь. И создана была эта организация в 2018 году. Вот. Надо сказать, что руководитель Барнашова Ненель Афанасьевна, директора этой организации. И, значит, у нас взаимодействие поколений идет. Вот. Экотуризм как условие повышения социальной активности граждан пожилого возраста, инвалидов и детей из социально опасных семей. Вот. И надо сказать, что мы сотрудничаем с Намским домом-интернатом престарелых и инвалидов. Там сейчас проживает более 30 человек. Сотрудничаем с Вилюйским домом-интернатом. И, значит, совместно вот в 2019 году по активизации кодологического туризма как фактор социальной реабилитации пожилых были сделаны первые шаги. Вот. В нам, в Вилюйском Лусе, в интернате имени Кэт Мартсон. В рамках реализации проекта «Социальный туризм как метод реабилитации». И вот здесь, значит, надо сказать, что это, ну, как бы новая форма обслуживания, направленная на сохранение здоровья, организации правильного и полезного отдыха, расширение круга общения по интересам. И вот здесь, значит, за короткий период были выпущены чаи. Да, вот. Кэт Мартсон к юбилею. 160-летней дате со дня рождения сестры Милосердия Кэт Мартсон. К 385-летию Вилюйска. Был также чай «Князь Мымах» раса «На» вместе с торговой маркой «Сахачай». Вы, наверное, слышали про это, да? Да, интересно. Вот. И эти чаи были созданы на основе иван-чая, на основе местных трав, вот, собранными жителями сезло «Сосновка» Вилюйского Улуса. Ну, и, естественно, привлекаются сюда и работники Института биологии. С нами работает Варвара Семенова, вот, кандидат биологических наук. Вот. С нами работает также Хатын-Арынская средняя образовательная школа имени Ильи Егоровича Винокурова в Намском Улусе. Вот. Далее. Ну, и надо сказать, что ещё новое, что у нас, это создание варенья из сосновых шишек. Да. Вот. Сосновые шишки, как вы знаете, это кладезь витаминов, вот, эфирных масел и прочих полезных веществ, да? Вот. Ну, и о ценности этого варенья знает уже вся наша республика, надо сказать. Ну, довольно-таки полезные, получается, у вас походы. А скажите, вот, кто проводит эти туры, сертифицированные ли гиды, насколько это вообще безопасно, тем более у вас аудитория такая? Да. Действительно, это очень ответственное путешествие, потому что люди 60+. Вот. И пока у нас таких сертифицированных гидов нет, но люди по согласованию, по, значит, решению нашей организации мы организовываем такие туры. Вот. И вот в прошлом году мы ездили на двух, ой, позапрошлом, все время говорю в прошлом, ездили во МГУ на двух машинах. И хочется слова благодарности сказать тем, кто нас поддерживал в пути, вот, и во всех наших делах и начинаниях. А многие считают, что экотуризм, удовольствие не дешевое. Вы с этим согласны? Ну, естественно. Если, например, вы едете на Камчатку за 188 тысяч, сейчас вот буквально в августе с 6 или с 8 организовывается туда, ну, такое путешествие, да, то наше путешествие, оно пока не очень дорогое удовольствие. Вот. И надо сказать, что в пределах 10 тысяч можно. Угу. Ну, многие считают, что туризм в нашей республике доступен только в летнее время. Вот вы организуете вот в снежное время выезды куда-либо? Пока еще нет. Но, по крайней мере, если хорошо организоваться, все может. Ну, какие ваши планы вообще? Ну, вот, буквально летом, я уже сказала, в июне это линские столбы. Ну, а потом будет видно по осени, когда уже пойдет сбор ягод и так далее. Вы с этим проектом победили в прошлом году, вот, в конкурсе грантов, как я уже говорила, да, какую сумму вы выиграли, на что вы потратили, вообще, как вот идет реализация этого проекта на сегодняшний день? Так. Ну, был выигран грант на сумму 570 тысяч рублей. Вот. И в прошлом году вот мы собрали группу и ездили вот в Амгу. Вот. Ну, и до этого, значит, Ненеля Фанасьевна тоже проводит различные семинары, онлайн-зум-встречи в связи с пандемией. С нами работают огородницы, вот, Агафья Тарасова из села Антоновска-Нюрбинского улуса. С нами работает Евдокия, Себяки Евдокия, говорят, да, Намский улус. С нами работают и многие другие огородницы из Уссалданского улуса, из Вилюйского, Верхневилюйского улусов. Ну, это замечательный проект, потому что, как бы, не просто с пользой отдохнуть, но и с пользой, да? А вообще, почему вы решили принять участие в этом конкурсе грантов? Ну, проект... Вопрос, наверное, Ненеле Афанасьевне надо этот задать. Я отвечаю за культурно-массовую работу. А что вы можете посоветовать тем, кто хочет принять участие в этом конкурсе, именно по вашему направлению? Присоединяйтесь к нам. Ждем. Будем вместе развивать туризм в нашей республике. Будем вместе, да, развивать туризм в нашей республике, нашей любимой республике Саха-Якутия. Марьяна Арсеньевна, огромное спасибо вам за участие в нашей утренней программе. Я желаю вам удачи, отличного настроения и успехов в вашем проекте. Дорогие друзья, на этом я с вами прощаюсь. В студии работа Ларина Сукуева. Увидимся с вами в среду, 9 июля. Субтитры подогнал «Симон»!